Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Сегодня у нас будет выпуск, посвященный Попоа-Новой Гвинеи. Сейчас мы находимся с вами в Марине Попоа Роял Яхт Клаб, в которую мы встали после прохождения всех таможенных процедур. И будет рассказ про эту интересную страну. Готовы? Поехали! Так, вот мы стоим на последнем понтоне. Нас поставили прямо возле входа, чему я не очень рад. Но, я думаю, выживаемо. Так, здесь у нас 32,16 А вода, а здесь у нас красные розетки, большие. Это, по-моему, трехфазные. Да. Так, Си-Кристалл Брисбон, Бавария 40. Ого, какой матя серенький. Витамин С. Это все лодки нежилые, насколько я вижу, просто стоят. А это что такое? Такое высокое кечь. Ну, посмотрите, какой он по высоте. Такой, как на катамаране на Флайбридже сидишь. Вон тут какие большущие стоят. Сколько футов? Больше 100? Или подсоточку? Какие же длинные здесь понтоны, мама дорогая. А вот, чтобы вы понимали по поводу безопасности, забор с пиками сверху под электричеством провода. И это сделано, как вы видите, чтобы, не дай бог, люди из Марины не вылезли вот этим в апартаменты, либо наоборот. И это мы с вами говорим не о бедной части города, а пытаются ограничиться от жителей Марины. Я шучу. Тележки. Ой, детские аттракционы. Смотри, кто приколен. Так, что здесь есть? Салон и спа. Сейлинг, чтобы это не значило. Сейлинг дивизион рум. Ух ты, тренажерный зал, причем такой достаточно большой. Гимназиум. И вот в самом конце админ офис. Ну что, вот административный офис. Где он? А, вот. Марина спорт офис. Нет? Нет? Hello, good day. Нет. Мари может быть. Мари может быть. Продолжение следует... 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 у нас сейчас раннее утро и мы едем в какое-то интересное место нас здесь сосед по пирсу уже пожилой дядечка ему кстати 86 лет решил показать нам какое-то прикольное место и сегодня мы поедем какой-то музей ничего не знаю будем выяснять бежим сейчас он дина несется роняя тапки а мы за ней пытаемся успеть здесь кстати в папу а люди начинают работать 6 часов утра у них офисы открываются в 6 они где-то там до двух с чем-то работают такой у них рабочий день с 6 утра когда вы выезжаете за пределы марины сразу бросается инфраструктура города которая реально очень бедная есть конечно инфраструктурные объекты такие вот как стадион который находится напротив марины это то что действительно хорошо сделано но в принципе никаких тротуаров и никаких возможностей для прогулок нету потому что большинство людей ездят на машине и так как этот город входит в топ-2 и делит криминогенное первое место с каракасом то достаточно опасно здесь находиться на улице особенно в каких-то районах да в принципе даже возле марины уже вы постоянно ходите на таком стрёме и передвигаются в основном здесь люди только на автомобилях экспатов нельзя сказать что много но большинство людей которые живут здесь и могут себе позволить транспорт это люди которые работают в каких-то больших нефтяных компаниях либо в энергетических потому что инфраструктурно попова новая гвинея это место в которым наверное огромные бюджеты донатятся на то чтобы развивалась инфраструктура и здесь связь есть даже в далеких горах как бы странно это не звучало и попова новая гвинея находится на первом месте по дороговизне обслуживания мобильными операторами всей инфраструктуры но если вы посмотрите по сторонам большинство городских муниципальных объектов они очень хорошо приведены в порядок а если это является каким-то рынком либо там где покупают либо проводят место время местные здесь все будет выглядеть конечно очень печально очень бедно потому что 42 процента населения попова новой гвинеи живут за чертой бедности то есть они себе не могут позволить даже продукты то есть я вообще не понимаю как они здесь питаются в общем мы сейчас приезжаем в национальный музей это очень крутое место сделано австралийским фондом и про него мы сейчас вам будем рассказывать это реально очень этот музей был основан в 1975 году и открыт публике в 1977 году в нем имеются экспонаты из 22 провинций начало коллекции где-то происходит 1800 годах и что характерно на многих этикетках будут даты какие-то стоять типа 1970 года и так далее это не дата этого экземпляра происхождения это дата когда этот экземпляр попал в коллекцию а еще есть момент что многие экспонаты которые находятся в этом музее им намного больше чем 200 лет и может быть и по 500 и по 600 лет просто датировать данные экспонаты достаточно сложно но там есть описание что же это такое до в общей коллекции около 6000 предметов то есть она достаточно обширная и началась собираться уже именно в 1900-х я хочу немножко рассказать про саму папуа потому что нужно понимать что все эти экспонаты которые размещены в музее это очень сложно собираемые материалы потому что папуа новая гвинея ну сам остров папуа это второй по площади остров в мире после гренландии и его площадь 463 тысячи квадратных километров и и так как основные массивы природные на этом острове это горы то можете себе представить насколько разнесены культурно и вообще просто по локации племена и люди которые жили то есть те которые жили скажем вдоль попережья у них была возможность общения так как они могли передвигаться на каное то есть были пути коммуникации и пути для торговли а те которые были в горах они между собой практически не общались и есть и есть и они кстати сейчас не общаются и очень круто здесь на попуа что на самом острове живет девять с половиной миллионов населения но это те которых смогли пересчитать когда папуа новая гвинея была под управлением австралии они получили независимость в 75 году и как бы странно это не звучало в 75 году австралия сделала этот музей еще очень круто что на острове папуа живет больше чем 750 tribes это как племена племена и они разговаривают на более чем 850 разных языках причем это те языки которые только посчитаны официальные они официальных языков там по-моему 1200 не помнишь сколько нам рассказывали нет не помню ну в общем огромное количество языков и это наверное самая мультикультурная страна мультиязычная кстати мультикультурная потому что в попуа новой гвинеи более семи тысяч культурных групп и история попуа новой гвинеи история первых поселенцев датируется где-то 50 60 тысяч лет назад поэтому здесь очень богатая культура и этим фондом при открытии музея как раз все весь этот культурный слой они попытались показать на данный момент основная религия это христианство 95 и 5 процентов населения и из которых 65 процентов протестанты 26 католики и 5 и 2 процента это это адвентисты седьмого дня но это в основном север попуа это ритуал статуи которые имеют полумесяц у основания это прародители каких-то семей они хранятся дома и у них есть прямая бытовая функция то есть за этот крюк подвешиваются сумки и корзины с продуктами которые этот прародитель в виде которого статуя должен охранять не только от порчи но также от крыс собак детей и так далее то есть у них дети являются приравнены риск чтобы не воровали продукты раньше времени но эти же статуи еще и защищают не только продукты но и дом насколько я понимаю до добавляют благополучия чтобы никто не заболел сейчас и и и и и 100 градусов красота. И потом, они сделают традиционную древесину. Они готовят их тело с пенцией. И потом, они поставят магическую воду на него. И потом, они просто работают на огонь. И потом, этот огонь, или огонь, не будет ни одной части твоей головы. Очень особенно. Поскольку у папуанцев очень развито магическое сознание, они верили в то, что символы, статуи, в которых заключены символы и их предшественники, они будут защищать их урожаи, помогать им в охоте и защищать их дом от всяких бед, болезней и так далее. То есть, зачастую были в каждом доме полноросные статуи, их каких-то прародителей, которые способствовали благосостоянию и здоровью в доме. А еще у них были такие же статуи, которые охраняли не только частные дома, но и, допустим, целую деревню или поля или еще какие-то большие объемы, там, где много людей собирается. Поскольку к некоторым ритуалам были допущены только особые мужчины из племени, то есть только они имели доступ, у них такое было здание отдельное для ритуалов, куда эти мужчины имели доступ. Женщины туда не допускались, и там происходили какие-то определенные церемонии. Поселенцы Попуа были очень хорошими рыбаками и охотниками, поэтому у них здесь в музее очень большая часть экспозиции посвящена именно этому. Многие племена, которые живут в высокогорных районах, у них есть там реки, и в этих реках они в том числе ловили рыбу. Поскольку это очень непростое занятие без удочки и крючка, они строили очень высокотехнологичные, на наш взгляд, ловушки, которые там имеют в себе много элементов, очень качественно сделаны так, что до сих пор сохранились. Но они не только ловили рыбу, они еще ловили мелких животных, там грызунов, и употребляли их в пищу. Да, и эта экспозиция имеет огромное количество совершенно разных экземпляров, очень сложно сочиненных, клеток, приманок, таких многоступенчатых систем поимки, которые соединяются между собой. То есть это что-то невероятное, мы такого вообще нигде не видели. Там, получается, даже если животное или какая-то рыба попадает внутрь, то срабатывает система, которая ее там поднимает наверх, как-то вынимает из воды. И оповещает ловца. Да, то есть они этому уделили очень много внимания. Вообще очень удивительно, насколько развитая технологически у них здесь цивилизация, если мы сравниваем с другими островами. На других островах просто пытались ловить чем есть, а здесь именно развивали технологии. Да, они были очень изобретательные ребята, и в этом музее то, что представлена, огромная часть экспозиции, это именно средства ловли охотников. Ну и тут мы подходим к самому красивому, на мой взгляд, экземпляру коллекции. Это лодка для торговли. Как вы видите, она очень богато украшена и ракушками, и расписана, и какими-то кучей деталей и орнаментов. В общем, супер богато и красиво, я так понимаю, это все украшение служило для привлечения внимания, чтобы торговля состоялась между племенем и племенем, и чтобы она прошла удачно. Это тренировый гостик. Кену из Проблин островского острова и министералFF о них он уничтожит. Они здесь обладают крест. Пр,'-м, это название Кутла Кутла Кутла. Это место, которая Кутла Кану. Они использовались крестящими для этого. Но они в этом, и островском островском острове. Они любят тренироваться. Люди на острове, они собирают фишки, и все эти вещи. Люди на острове, они хороши на плене, как банан, гаденинг. Таким образом, они обращаются с ними. Таким образом, это кану, которые используются для тренировки. Это большая дистанция? Да. Белару, как салон. И это стандартный цвет. У нас в кема – это белье, белье. Белару, белье. Белару, белье. Белару. По-белару, они покажутся. Белару, они обращаются в сверху. Ничем было белару, И они просто пейтали? Да, и потом в воду, и потом привыкли, и потом дырят на солнце, и когда дырят, и потом дырят. Это очень много работы. Это из Кокодана. Это один деревянный кану. Это один деревянный кану. Это один деревянный кану. Это деревянный кану. Когда люди улетают в Восточной провинции, это деревянный и свадьб. Когда они хотят идти и борются, это другие, потому что они не имеют лад. Это единственный кану, который они используют, и потом идут на борьбу. Они борются на кану? Да, они идут на борьбу. В кану и потом борются. 15-20 человек, они борются на борьбу. 50-20 человек? Да, они просто стоят, и потом педаль. И потом этот кану очень быстро идут. И потом они борются с другом, и потом они вернут. А еще в этом музее большая часть посвящена Второй мировой войне, потому что, если вы не знаете, на территории Попуа-Новой Гвинеи были очень ожесточенные бои. Так как местное население абсолютно не развито с точки зрения цивилизации, которая к ним пришла с войной, они, конечно, от боевых действий очень сильно пострадали. Но на территории острова Попуа огромное количество разбитой техники, которую использовали и японцы, и немцы, и по всей побережной части валяется огромное количество разбитых кораблей. Ну и здесь, в этом музее, есть часть экспонатов, посвященные именно этому. Как тебе музей? Понравился. Хороший. Очень качественно сам музей сделан. Там такое освещение правильное, пространство классное сделанное. Ну и коллекция неплохая. Ну по сравнению с Нумеей тоже вообще? Ну да, казалось бы, но тут явно у них вот это вот искусство, и все, что они там делали, эти племена прямо уровнем повыше сильно. Очень большое разнообразие всяких ловушек для животных, для рыб, для птиц, всяких тотемов, ритуальных каких-то деревянных приспособлений, украшений, лодок. Особенно мне, кстати, лодки впечатлили, которые вот эти кануэ торговые, кануэ. Потому что они с ракушками делали. Да, не без этого. Перед тем, как приехать в Порт Морсби, в Попуа Новую Гвинею, мы внимательно смотрели за криминогенной обстановкой, что здесь происходит. Так вот, здесь были очень большие волнения, где-то за две недели до того, как мы сюда пришли. То есть, когда мы выходили из Нумеи, здесь еще были очень неприятные эксциденты. В общем, местное население было в какой-то момент безнаказанно, потому что полиция не хотела выполнять своих обязанностей, так как в стране очень большой уровень коррупции, и с этим связано очень много волнений в обществе. В общем, полицейские не охраняли объекты, а местные решили их разграбить. И пригороды Порта Морсби, и даже один супермаркет, который находился рядом с Мариной, были полностью вынесены местным населением. И мы очень сильно переживали, когда сюда ехали, потому что попасть в ситуацию, когда в стране находится полное беззаконие, вы понимаете, что туристы, экспаты, в общем, все люди, которые имеют хотя бы немножко больше денег, чтобы купить Битлнат, это местный наркотик, то они уже являются лакомым клиентом для всяких криминальных структур. Вот вы сейчас видите супермаркет, это то, что было разграблено здесь в момент, когда это все происходило. Реально два больших супермаркета были вынесены под чистую, и еще огромное количество лавочек местных, которые также пострадали от текущей ситуации. Но тогда, когда мы выходили, мы знаем вот в таких странах, как Папуа, Новая Гвинея, что здесь вот эти все стихийные мероприятия, они как возникают, так и очень быстро тухнут. То есть это не на долгие месяцы, то есть обычно там за пару дней все решается. И так оно и произошло, потом все начали выполнять свою функцию, и все вот эти лютинги, которые были с разграблениями магазинов, они сошли на нет. Мы сейчас проезжаем возле большого стихийного рынка Second Hand, и здесь, конечно, достаточно опасная точка, потому что там, где в таких странах большое количество бедных людей, всегда можно попасть в какие-то неприятности. Поэтому, проезжая мимо, у нас двери в машинах все закрыты, окна все закрыты, и все телефоны спрятаны и не показываются. Вот увидите сейчас красное на асфальте. Это битлнад. Такой местный наркотик, он работает так. То есть там есть орех, который начинают жевать, и вырабатывается огромное количество слюны. Причем такое количество, что за минуту, не знаю, грамм 200, наверное. Потом туда добавляют такая штука, они ее называют мастард. Это такая типа елки, которую макают в такой белый порошок, который делается из молотого коралла. И в этот момент приходит, собственно, тот эффект, который образуется за счет смешения вот этих всех химических элементов. По ощущениям, как будто выпил бутылку водки, но эффект длится всего несколько минут, потом нужно это продолжать. Но так как слюны вырабатывается очень много, то ее все выплевывают. И вот то, что вы видите на асфальте, это как раз битлнад. И слюны настолько много, что ее нельзя держать в себе. Она просто будет вытекать изо рта. И местное население ходит с таким красным ртом, как будто он весь в крови. В общем, выглядит это все очень жутко. И здесь этот битлнад едят практически все. То есть люди, которые имеют хорошую работу, конечно, его не употребляют. Но люди, которые из бедных слоев населения, особенно с местного этноса, они все, конечно, этот битлнад едят. Причем даже маленькие дети там 7, 6, 5 лет, они идут ищут этот битлнад. Он растет в горах, в лесу. И его едят прямо с маленького возраста. Мы сейчас договорились и едем в какой-то национальный парк. Здесь говорят все-все есть. И birds of paradise, и не только они, и другие birds, и paradise, и животные, если увидим. В общем, сейчас посмотрим, что нам предлагают в этом меню. Это Рафаэль. Рафаэль, nice to meet you. Thank you. Ой. Очень все изделие в день. Исп jego загоритие. Исп respectively. Не зап Elise. Я загоритиеractие OnePlus всегда укрыв omin. Лфт contrastный баллон канал для меня, но даже Indian в виде боевых было Hor否 Продолжение следует... В общем, у нас только что ушел телефон. Дима, что случилось? Ну, что случилось? Через форточку залезли и вырвали из рук телефон. Очень красиво. Прямо именно из машины? Ты не снимал? Просто в руках лежал? Нет, я просто держал его в руках. Прямо так. Раз, чик и все. Ты купил его для Аммарс? Мы, короче, пришли в парк, сейчас будем смотреть, что здесь. В один из дней мы посетили в Порт Морсби есть такой природный парк. Это заповедник с огромным количеством авиариев, с птицами и с животными. То есть здесь представлены все практически местные эндемики. Birds of Paradise, райские птицы. Нам посчастливилось увидеть в том числе и их брачные танцы. Вообще, в целом парк очень красивый, очень ухоженный. Это какая-то просто резервация по сравнению с улицами Попо. Здесь работает супер дружелюбный персонал, очень чисто, аккуратно, ухоженно. То есть видно, что люди заботятся об этом месте. Ну и здесь, конечно же, внутри безопасно, можно расслабиться. И он весь тенистый, то есть можно часами абсолютно весь день там потратить, спокойно гуляя по дорожкам. И здесь еще собраны эндемики не только птиц, а и животных, и растений. Потому что Попо – это достаточно уникальное место. И в горах сохранилось огромное количество растений, которые не имели никаких влияний извне. Поэтому у нас получилось это все посмотреть. Но, конечно, самой важной фишкой данного парка являются авиариумы. Потому что здесь эндемиков птиц невероятное количество. Вот это я понимаю, голубь, а не все эти ваши городские. Чтобы вы понимали пропорцию этих птичек. Вообще в Попоа около тысячи видов птиц. И из них 456 видов – это эндемики. Основные птицы, которые больше всего представляют интереса для коллекционеров, для людей, которые бёрд-вотчеры и в целом имеют хобби птиц. Это голуби, химпишеры, попугаи, медоеды. И, конечно же, птицы райские, то есть Бёрд оф Парадайз, которые здесь представлены самым широчайшим образом. То есть в этих авиариях собраны практически все их виды. И мальчики, и девочки, и можно наблюдать их брачные игры. То есть когда самцы невероятно красивые сами по себе ухаживают, поют, танцуют и привлекают всяким образом сам. Ну вот сейчас как раз вы видите Дёрд оф Парадайз, самца, который исполняет свой танец. И где-то тут рядом 100% самочка. Танец и песню, да. Там у них всё вместе идёт. И вот он перелетает с ветки на ветку, повисает вверх ногами, показывает, насколько он великолепный. И чем больше он великолепный, тем больше у него шансов. Также здесь имеется семейство крокодилов. Интересно, что в Попуа крокодилы водятся не только в пресноводных водоёмах, но и в солёной воде. То есть когда мы ходим на лодке вокруг по островам, например, в Индонезии, нужно всегда читать и быть аккуратным, что может крокодил приплыть. На самом деле Индонезия, почему Дина сказала, потому что Попуа разделена на две части. Попуа Новая, Гвинея и Индонезия, и это один регион. Также мы тут встретили птиц-козуаров. Это огромные птицы, они не летают. Их всего три вида. И этот вид, который здесь представлен, это тоже папуанский эндемик. Их очень мало осталось в дикой природе, потому что на них раньше охотились активно. Я думаю, что и сейчас в некоторых высокогорных районах до сих пор охотятся. Вот такие вот красивые птицы необычные. Не летающие, между прочим. Да. Тут, конечно, такие идеальные газоны, смотри. Бамбуковая роща. Люди, которые за этим всем следят и моют дорожки. Смотри, какая прикольная трава тут. Ровненькая, такая красивая. Ох, уж эти музыки. Нельзя быть таким великолепным. Не все попугайки. Ох, уж эти музыки. Мы уже тут нагулялись, поэтому сидим, ждем нашего водителя. Взяли бутерброды и заказали себе кофе. Ну, любой, не знаю, дрик, кто тебе нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, мы сейчас приехали на маркет, который тут крафт. Маркет, где это сувениры и прочее, прочее. В общем, это находится в цивилизованном отеле Holiday Inn. И вот сейчас будем смотреть, что здесь есть интересного. Тут на рынке представлено огромное количество всяких продуктов их ремесленнического труда и художественного. Культурного наследия. Ну, да. Мы как раз готовились, что вот здесь мы отведем душу в плане покупки сувениров. Не без ракушечек, конечно. И, собственно, мы сначала все это обходим, а потом уже приступаем к покупкам. Но здесь то, что мы увидели, много такого достаточно посредственного, то, что они предлагают. Но есть очень уникальные и очень красивые работы. Да, мне больше всего понравились изделия из дерева, в том числе ибонитового. Вот здесь как раз представлен подсвечник или какая-то настольная лампа. Вот это черное дерево, оно очень тяжелое, очень красивое и супер дорогое. Здесь мы как раз прикупили несколько сувениров из него. Но здесь есть еще не только ибонитовое. Из обычного дерева они очень много делают карвинга, то есть резьбу по дереву. И всякие плошки, ракушки, рыбов опять же показывают. Картины современных художников разложены. Ну, я так понимаю, что мы сюда шли, у нас было несколько задач. Я хотел, и Дина хотела себе белум. Это сумки такие местные, плетеные, из какой-то такой натуральной веревки, которую они делают из растений. Они их красят потом натуральными средствами, то есть какой-то корой деревьев там. И сплетают из них сумки, в которых они носят продукты детей. То есть это такие многофункциональные сумки, которые, ну, женщины используют в основном по хозяйству. Вот сейчас тут Дина их выбирает. Да, я хотела такую побольше по размеру, чтобы ее использовать как пляжную сумку. Сережа себе захотел, конечно же, такую же и еще одну маленькую, чтобы носить денюжки. Они здесь носят как раз в таких маленьких небольших сумках там телефоны, кошельки. И мне они очень понравились, потому что это наследие, которым они пользуются. То есть это не просто сувенирная продукция, которую они надевают в День Попуа Новой Гвинеи, а именно функционально, которую они используют каждый день. Здесь я выбираю себе ракушечки еще несколько в коллекцию. Как же не прикупить, когда они продаются. И на руке у меня уже куплены браслеты из какого-то рога, какого-то копытного рогатого животного. По-моему, ты великолепен. Да? Да, ты уверен? Да, вообще нравится. Так, подержи. Держу. По-моему, супер. По-моему, ***. Вообще, я беру. Ну что, тебе нравится такая? Ты хочешь тебе такую сумку? Эти, окей? Эти? Андрей. Андрей. Типа соточку. Не, ну, соточка так соточка. Такая прикольная вещь. Можно столько лакушек нагрузить. Мелкого песка. Как раз до лодки пока донесешь, останется только то, что надо. Что ты купила? Ну, я вот такую очень важную в хозяйстве вещь купила. А зачем она тебе? А я у меня буду всякую мелочевочку сую складывать. Ракушки, ракушки. Может быть. В общем, я хочу себе такую сумку, как здесь носят местные, через шею. И она такая короткая, на груди висит. Может, тут что-то есть такое? Короче, я себе купил сумку. Вот такую. Это очень уникальные места. У них своя вот эта культура, которая делает... У них в культуре, они делают такие сумки. И эти рисунки как раз вот такие очень этнические. Мне нравятся. Дима вообще великолепный. А здесь неожиданно мы нашли точку, на которой продают реально старые вещи. То есть не сувенирно-искусственно состаренные, а реально-реально старые. И то, что мы сейчас видим, это изделия из глины, которые дарятся при помолвке. Короче, мы потратили все наши деньги, которые у нас были. Вот сейчас Дида дотратит еще немного. Этот нам дядечка не зря сказал, и банкомат здесь. Также мы решили прикупить несколько картин. Это карандашные такие рисунки. И тут художник мне рассказывает, что на них изображено. Часть из них это портреты, а часть из них это сцены из жизни. Вот меня заинтересовали как раз сцены из жизни деревенской семьи. И я купила две картины. На одной изображены проводы на охоту, а на другой изображены поминки. То есть это такие ритуальные сцены, когда собирается вся деревня и происходят какие-то действия. Вот я решила именно такое выбрать. А что ты с ними делать потом будешь? Ну, когда-нибудь, когда у нас будет побольше лодка, у нас будут рамки, картины. И вот это вот все. Подходит. Ну что, ты довольна происходящим? Покажи свой мешок. Вот такие у нас тут сувенирчики. Ну, в общем, все. Мы все купили. Очень прикольное место. Мне очень нравится. Здесь во всех офисах висит табличка «Не жевать беталнат». Про беталнат я вам уже рассказывал. Тут, конечно, с ним самая история. Сейчас мы едем через богатую часть города. Здесь живут в основном экспаты. Но я думаю, что вы видите по тому, какие здесь здания, что здесь происходит. Наш план съездить в ресторан поужинать. Но здесь есть еще небольшой крафт-маркет, на котором вы видите знак, что паркуетесь на свой страх и риск. И никто не несет ответственность за что-либо, если у вас украдут. Но по дороге в ресторанчик здесь есть крафт-маркет, который здесь пытаются организовать, так как рядом есть пляж городской. И этот регион достаточно безопасный. Вернее, этот район достаточно безопасный. И здесь собираются разные этносы, продают сувениры, которые они делают там у себя в деревнях. На самом деле, место очень интересное, красивое и совершенно другие люди. Потому что, если мы были на том маркете предведущем, куда свозили люди из реально отдаленных мест, то здесь уже такой более цивилизованный маркет. Возможно, их там, вот эти сувениры перекупают и продают. Хотя, например, мы встречали здесь людей, которые с этносов, из гор, высокогорных районов. И они говорят, что они здесь приехали, чтобы продавать свои сувениры, чтобы зарабатывать немного денег. Дальше мы едем в той части города, которую тут местные жители называют money laundry. То есть, они считают, что многие строения, которые здесь построены, были сделаны для того, чтобы отмывать деньги. Мы не знаем, насколько это правда, потому что то, что мы видим, действительно, люди в большинстве строений не живут. То есть, построили и они так и стоят. Хотя, большинство экспатов предпочитают жить в высотных домах, так как их значительно проще охранять. Но вы видите по городу, то есть, по клумбе, которая посередине находится, по заборам, по домам, которые находятся за этими заборами, что здесь все богато, очень красиво и совершенно отличается от той бедной части города, которую мы вам показывали до того. То есть, здесь есть школы, колледжи, в которые ходят дети тех, у кого есть деньги. И вот вы видите на горе достаточно большое количество высотных домов, в которых живут люди, которые могут себе это позволить. Но последнее время количество туристов, например, так как тут есть отели типа Мэриота или Форсизон, упало практически до нуля. У порта Морсби слава не очень хорошего города, и многие люди, которые сюда попадали, имели проблемы, поэтому Попуановую Гвинею стараются обходить стороной. Но лично мой опыт, когда я шел через верх Попуановой Гвинеи, это Рабауль, Кевинг, у меня остались только очень приятные воспоминания, и вот сейчас люди, с которыми мы встречались, даже среди бедных слоев населения, люди сами по себе великолепные, пытаются вам помочь. У вас есть какой-то вопрос, как проехать, как пройти, за вами будут идти, все показывать, и это не как, скажем, на Ямайке дяденька дайте денег, а просто за счет того, что они хотят вам действительно помочь. То есть вообще, Попуановая Гвинея, люди мне очень понравились, но вы же понимаете, что там, где есть большое количество бедного населения, всегда есть и криминал, и то, собственно, с чем вы встречаться совершенно не хотите. Итак, дальше мы едем в крайне опасное место, которое я вам сейчас показывал с дрона. Брайан – это деревня, которая стоит на сваях, то есть это самая бедная часть города и самые бедные люди, которые здесь находятся. Деревня примечательна тем, что в ней живет три этноса, которые разделены между собой очень сильно. Они даже разговаривают на разных языках внутри одной большой деревни, и языки настолько разные, что они даже не понимают друг друга. А Брайан – это тот человек, который здесь живет уже очень давно, я вам рассказывал, и он добился того, чтобы в эти деревни был проведен водопровод. Поэтому он здесь очень уважаемый человек, и нам попасть в эти места было очень интересно и безопасно, потому что посмотреть, как живут местные жители, для нас это было, конечно, очень крутой опыт, но вы видите сейчас, как здесь все это происходит, и дети, которые купаются в луже прямо посреди проезжей части, и рядом с этим местом, где находятся дети, находится кладбище. Вот вы сейчас видите, рядышком мы проезжаем, на котором похоронены там целое поколение людей, и это все достаточно вызывает такие гнетущие впечатления. Но, тем не менее, сюда, как вы понимаете, ни один человек в здравом уме не придет просто так, чтобы поснимать, потому что шансы потерять и технику, и здоровье, на самом деле, очень высокие. Хотя, если вы сюда приходите с кем-то, кто знает местные обычаи, то, конечно же, никакой проблемы не будет, но местные очень подозрительно относятся к любым людям с камерой, поэтому мы снимали здесь как бы втихаря, и даже если вы будете ехать и снимать на камеру из машины, то могут быть агрессивные проявления, поэтому Брайан просил нас не снимать, чтобы это было не видно, потому что здесь живет огромное количество людей, то есть, наверное, там под 100 тысяч людей живет вообще в этой деревне, которая расположена на воде и на холме рядом, и когда 100 тысяч населения, которое реально живет за чертой бедности, находится в одном месте, это не самое лучшее место для прогулок. Хотя, у него здесь есть большое количество людей, за которыми он присматривает, помогает, и у них это называется взятие под патронаж. То есть, он следит, дает маленьким детям образование, и, в общем, такой вид помощи, он очень приветствуется, и если у экспатов есть возможность для того, чтобы это делать, это считается очень хорошим правилом, чтобы вы могли взять под свою опеку кого-то из местных и дать им возможность, особенно детям, на то, чтобы они получили хорошее образование. Потому что вы видите, насколько здесь все бесперспективно, и люди, которые находятся вот в этой деревне, это просто выживают на буквально пару долларов в день. То есть, это самая-самая бедная прослойка населения Попуа-Новой Гвинеи. Ну что, народ, вот мы и побывали в Попуа-Новой Гвинеи, в порте Морсби, и нам пора двигаться дальше. Спереди, впереди нас ждет великолепное приключение. Мы идем в Индонезию, будем проходить через Торрест-стрейт. Это пролив между Австралией и Попуа с очень сложной навигацией, потому что миллион островов будут встречать нас на пути. Я надеюсь, Попуа-Новая Гвинея вам понравилась, география, история этой страны. В общем, мы попытались немножечко копнуть в глубину и показать вам. Друзья, подписываемся на канал, проверяем колокольчик. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, чтобы туда попасть. Что это, мамочки? Напоминаю, чтобы попасть в наш телеграм-канал, нужно пройти бот. Какие-то мухи пытаются меня съесть. В общем, хватит. Телеграм-канал муха не дает мне об этом говорить. Все, друзья, до встречи в следующем выпуске. Пока!